Музыка 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 Стас, скажи мне, что тебя заставило разбудить меня сегодня в 6 утра и куда-то везти? Почему я? Ну, а кто? Почему я разбудил? Ты мне написал. Я написал тебе вчера, как за седей не будил. Качнул, короче, выходной такой. Поехали, прошвырнемся. Ездим. Давай, расскажи, почему, куда мы едем, зачем мы едем. В пятницу только момент такой, что надо Володю взять. Роуд-трип. Роуд-трип. Едем мы в Егорьевск, друзья. Мои все. В чем там забыли? Во-первых, мы везем детей на товарищеский матч. Ну и вообще мы едем. Нет, во-первых, мы едем. Всем привет. Едем в Егорьевск. Хотим показать нашим мальчишкам, какой там уровень футбола, какой там уровень вообще жития. Как ребята тренируются, учатся, все в одном комплексе. Чтобы наши мальчишки знали, что, занимаясь в нашей школе, может попасть в большой футбол. И именно Майс Сатурн воспитал таких футболистов, как нам Федор Смолов. Расскажи, в чем твои проблемы. Что случилось? Чемпионат мира скоро. Чемпионат мира скоро. Ну, не волнуйся, он скоро пройдет. Баринов, Дмитрий и так далее. Много еще ребят играет по премьер-либе и по первой. Поэтому у каждого мальчишки есть шанс попасть в большой футбол. Именно с нами в большой футбол. Вань, я вчера смотрел ролики, презентационный мастер Сатурна. Видел вас там с Санычем на парте сидят. Да, Саныч, как обычно, на последний. Уроки учат. Что, скажи, это ведь не чужое для тебя место-то, да? Очень чужое. И перед тем, как выбирать, да, то есть не школу, а именно специализированное училище, спорт-интернат, мы в первую очередь ставили Сатурн. Если ты помнишь, Володь, когда мы первый раз в Кирмалисе еще в Суздале, я говорил о том, что мы планируем детей возить туда, то есть и сейчас мы по старым своим связям, там много тренерского состава, практически весь поменялся, но есть люди, которые до сих пор там работают, и мы с ними в хороших отношениях, и через них вышли на селекционера, Мася Сатурна, с ним позавчера переговорили, они пригласили нас вот в товарищескую игру, и хотим мы с ним договор о партнерстве заключить о том, чтобы наши мальчишки, те, которые мы считаем перспективными, которые мы им помогли спокойно отправлять ребят на просмотр, чтобы у каждого из мальчишек, которые подают надежду, у нас был шанс попасть в большой футбол. То есть это путь, да? Это путь, да. Это путь, да. Профессионал, да? Да, путь профессионал. Да, у нас там частная школа, некоторые мальчишки кто-то занимается просто для себя, есть те, которые своим отношением к делу, тренировками и своим уровнем показывают, то, что они хотят заниматься профессиональным футболом и этим зарабатывать, грубо говоря, деньги, да, то есть и мы, в принципе, только рады, мы готовы их, как сказать, дать толчок им, да, то есть в большой футбол. Хотя бы вот так вот сейчас через эти интернаты. Отлично. Ностальгия присутствует. Ой, вообще, я каждый раз, как к Егоринску, просто подъезжаю, у меня прям сердце колотится, все там, все знакомое. Мальчишкам сейчас проведу даже экскурсию, покажу, что где. Мне тоже проведи. Обязательно, все покажу. Там и теннисные корты, и два поля, и манеж, то есть все для узлов, и только прогрессируй и играй. В общем, прекрасно. Все, отлично. Путь. Салат, тут хоть пиджак одел, я не знаю, что-нибудь красивое. Завтрак салата. Его вот это не дало. Что это пирожок? Вот, промолчил. Пошел, пошел, пошел. Налетай. Налетай. Мороцкий даже открывали, не спадали. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Здравствуйте. Вернулись родные фенаты. Да, да. Здравствуйте. 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 Саламыч, нам надо такую же, чтобы чего не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Стараемся играть в футбол, пытаемся играть в футбол. Всегда выходим отворот низом. Защитники помнят, да? Сразу в стороны, получаем мяч, через середину, через края выходим низом. Никуда вперед, потолок не бьем, играем в футбол. На вас, помимо нас, будут смотреть другие тренера. То есть они будут смотреть, как вы себя проявляете. То есть у вас там мини-просмотр, да, такой-то. Раньше играли, вспомните, вы играли там на поле, где бревна ставили, по Боголюбову, да? Да. Вы понимаете, на какого уровня приехали? Вы должны выйти и доказать то, что вы должны быть на этом месте, а не они. Понятно? Да. Давай, все вместе. Раз, два, три. Добрый день! Добрый день! На самом деле, то есть мальчишки, наши сборные приехали сюда, посмотрели, как здесь хотя бы изнутри, да, все устроено, как тренируются ребята, в каких условиях они живут, да? То есть хотя бы чуть-чуть одним глазком, да? И этот спарринг очень полезен для нас, все ошибки как бы сразу здесь на поверхности. Понятно, что намного сильнее эта команда, ребята уже, хоть они с сентября набраны, то есть у них там тренировки по два раза в неделю, то есть, к примеру, если у нас три тренировки в неделю, у них там 14. Понятно, что ребята намного сильнее, интереснее, индивидуальнее и по тактике, но хотелось бы сказать, наши молодцы, то есть не сдавались, бились до последнего, несмотря там даже на пропущенные голы, которых там было немало, да? То есть это хороший опыт, ребята поняли, к чему надо стремиться, то есть это в быстроте принятия решений, быстрая работа с мячом, то есть когда ребятам не дают даже голову поднять, то есть сразу их встречают. Но опять же, хочу наших мальчишек похвалить, они старались играть именно в футбол, опять же, да, где-то они ошибались, где-то из-за ошибок этих мы и получили голы, но сейчас результат не важен, важен сам этот матч, чтобы мальчишки поняли, что это за уровень и как к этому уровню нужно стремиться, чтобы они понимали, а готов ли я выйти в этой синей майке, да, против других соперников, смогу ли я быть там, смогу ли я там быть одним из лучших у себя в сборной, чтобы потом попасть вот сюда. Этот выезд все-таки в первую очередь нам дал опыт по работе, наверное, с детьми, то есть у меня сейчас есть сразу же вот в этот момент, когда лучше всего у тебя начинает голова и работать в какие-то там экстремальные ситуации. В данный момент, как бы, ну мы сейчас, мы проиграли откровенно, да, с Сатурну, мы, притом в играх с сильными соперниками лучше видно, как бы, конечно, свои ошибки, они прям, ну, выходят на поверхность, и у меня возникла идея, что, возможно, у нас сейчас сборные, как сборные, они у нас, в принципе, вместе не тренируются, то есть у нас сейчас все равно есть отдельная Боголюбовая школа, отдельная Суздаль, отдельная Энергетика, сейчас будет Владимир, и я сейчас, опять же, с родителями разговариваю, а получается, что с родителями сборников мы, ну, у нас с ним постоянно контакт идет, получается, что они, как бы, мы уже их лучше знаем, там, и так далее, и я сейчас вот поеду, там, опять же, домой, буду с вами разговаривать, у меня есть идея, что вот один из трех тренировок сборники должны собираться вместе в неделю, то есть, опять же, мы с родителями поговорили примерно, они, типа, не против, мы подумаем, просчитаем, как это можно сделать, я думаю, что мы это дело реализуем, потому что у нас в своем зале время есть, к сожалению, у нас зал, конечно, не такой, как тут, вот, тут очень хорошей площади, можно все, типа, играть широко, время есть, время принять решение, у нас там узко все, ну, как раз будем, чтобы быстрее ориентировались, быстрее что-то делать. Очень хороший уровень сейчас для нас, и мы со следующей недели будем выходить с ними на наше партнерское соглашение, чтобы мы могли спокойно наших детей отправлять туда на просмотр, сюда, то есть, сюда на просмотр, опять же, это будет согласовываться с тренерами, то есть, с годами, которые, тренерами, которые тренируют эти года, и это не будет повально, мы не будем там 5, 8, 10 человек отправлять, то есть, мы сами трезво понимаем, мы сейчас понимаем, какой уровень здесь, и будет это точно, будут те ребята, которые просто лучшие, то есть, у нас, мы будем уже отправлять их на просмотр, будем уже смотреть, что нам скажут по ним тренера, потому что, если у наших мальчишек, у кого-то хоть будет шанс заиграть в большом футболе, мы только рады, мы готовы его отправить, пусть ребенок занимается, если он хочет футболом зарабатывать деньги, это прекрасно. Ну, конкретно в таком проекте, на мойте, конечно, я имею в виду, по училищу, реализовать будет невозможно, потому что это все-таки проект муниципальный, как бы, то есть, государственный, здесь конкретно большие финансирования было в Московской области, а Московская область, как бы, как известно, там по спорту идет очень большое финансирование, вот, я обещаю, что мы будем расти постоянно, то есть, что-то будем делать, и если у нас когда-нибудь появится возможность построить что-то подобное, мы, конечно, это сделаем, вот, но нужно понимать, что, то есть, здесь, здесь большие бюджетные деньги есть, которые, то есть, которых у нас нет, и, возможно, никогда не будут, то есть, мы, это не наша цель двигаться к бюджетным деньгам, наша цель делать то, что мы делаем, и то, что мы считаем нужным, я считаю, что гораздо полезнее было приехать сюда на матч с одной из лучших, так скажем, Академий России в данный момент, получить много, при этом увидеть свои ошибки и потом их исправлять, чем приехать, чем Владимире сыграть с командой, которую мы сами можем закинуть 10, как бы, и довольны, потому, уйти домой, то есть, лучше хорошо поиграть, но вовремя, то есть, вот мы сейчас проиграли, я думаю, что это было вовремя. Нам, в принципе, что нужно от партнерства, то есть, о чем мы будем сейчас договориться, это о том, что мы можем спокойно лучших из своих ребят, там, одного, максимум двух, точно привозить просто на просмотр, чтобы их тренер уже смотрел на их усмотрение, и, опять же, я думаю, что стажировки наших тренеров, то есть, мы будем привозить ребят, чтобы они, там, на один день, чтобы они конспектировали, смотрели, как разные года занимаются, и уже эти методы применяли на нашей школе, вот. В принципе, вот эти две основополагающиеся, мы ничего взамен не просим, то есть, нам нужен только, вот, опыт, опыт, обучение и просмотр мальчишек наших. Да, изначально они вышли, ух, лучшая команда, там, области, да, то есть, против них, а потом понимают в процессе игры, то есть, хорошо, что они адаптировались к этому, бывает, приезжают, когда команды, то есть, они до конца игры не могут адаптироваться, то есть, да, как вот боксер, получает, 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 там, и в нокаут потом улетает, то есть, мы получили достаточно, потом ребята поняли, что, а тут играют такие же мальчишки, две руки, две ноги, то есть, да, чуть-чуть побыстрее, чуть-чуть обученнее, И уже начинают в этих реалиях играть в свой футбол, стараться. Да, немного они нам позволили, практически ничего, один голик мы забили. Но это очень полезный опыт, мальчишки поняли, что это за уровень, и поняли, как нужно работать с мячом, как нужно принимать решения. И поэтому, да, они в процессе игры чуть-чуть раскрепостились, поняли, что футбол-то играть можно. Футбол играть можно с любым, если ты делаешь правильные действия и допускаешь минимум ошибок. Мы понимаем, что Московская область и Москва – это по факту чемпионат России. То есть нет нигде училищ, ну, Академия Коноплева, например, ну, я не знаю сейчас, какой уровень его, Академия Коноплева, Краснодар, тот же самый, да? Ну, все лучшие игроки по детям находятся в Москве и Московской области. Ну, и Краснодар, плюс, если смотреть отдельно, ну, там, другой разговор. Вот, ну, сейчас, да, мы играли с одним из лучших детей, возможно, по этому возрасту в России. Вы понимаете, да, что вы не одна из лучших частных школ во Владимире, да? А вы понимаете уровень вот здесь вот, тот уровень, куда надо стремиться. Понимаете, быстрота принятия решений, да, когда вы просто только мяч принимаете, на вас уже человек будет, то есть надо быстро принять решение в этом компоненте. Ну, у нас не такие консультурировки, как у них, да, есть на это определенные там причины, мы знаем еще что-то, но это тот уровень, к которому надо стремиться. Ну, Блия Александрович, у него этот матч, все ваши ошибки, вот, вот, они на поверхности прямо лежат. Вы сами видите их, да, то есть вы принимаете какие решения, там, где-то неправильные, а есть где-то правильные решения, то есть то, что вы хотите, да? Я мог бы вам сказать, ребята, у нас задача сейчас не проиграть контакт с ноль. Бери кобычу, прицепляю, и бросай туда, к вороту. Для чего это надо? Ну, проиграли там ноль пять, и все, пятером встали, там, вороты подкинули. Но нет, вы должны понимать, что футбол играет именно как ребят, то есть выставляете, езжу в футболе через передачи, забегание, индивидуальные действия, понимаете? То есть вот это вот все должно быть, как бы у вас вы должны этим навыком обладать, чтобы спокойно должен был хотя бы привести вас сюда. Понимаете, что путь профессионального футболиста именно через вот такую работу проходит, через жесткую конкуренцию, через очень интенсивную работу, через там свое поведение, через свой подход. Только тогда, возможно, еще там какой-то процент удачи, 15-20%, и только тогда уже получится из вас футболист, который будет футболом дорабатывать деньги. Субтитры создавал DimaTorzok